Всем здрасте, мордасте! Меня зовут Манка, и сегодня я вам расскажу 6 способов, как можно заработать баксы в Адопт.Ми. Ну, а параллельно тому, что я буду рассказывать, мы с вами откроем сегодня, не знаю, сколько там японских яиц мы откроем, но мы будем открывать вот такие вот прекрасные японские яйца. Надеюсь, что нам выпадет легендарка. Давно мечтаешь о крутых петах из Адопт.Ми, но не знал, где их купить так, чтобы тебя не обманули? Или у тебя уже есть несколько одинаковых, которые ты не против продать, но не знаешь кому? Тогда быстро переходи на лучший маркетплейс по роблоксу starpets.gg Starpets — это место, где ты можешь абсолютно безопасно, а самое главное — автоматизированно купить или продать своих петов. Больше никаких встреч с другими игроками, все трейды проходят только через бота. Также на сайте присутствует крутой обменник, благодаря которому ты можешь обменять несколько своих предметов на один крутой или наоборот. Получить с одного предмета много разных. Переходи на starpets.gg по моей ссылке в закрепленном комментарии. Покупай и продавай своих петов быстро и безопасно. Наше яйцо захотело омыться, мы его кладем и переходим к первому способу. Итак, первый способ, он самый такой, наверное, эффективный. О, Carpfish! В общем, первый способ, он, наверное, самый эффективный — это завести себе очень много аккаунтов. В роблоксе нет ограничений на то, сколько ты аккаунтов регистрируешь. И с этих всех аккаунтов можно будет зайти с разных девайсов. Например, взять телефон у родителей, попросить скачать туда роблокс, если вам, конечно, разрешат. Можно взять там планшеты, компьютеры, телефоны, везде установить роблокс. И зайти со всех своих аккаунтов на какой-нибудь вип-сервер, добавив укроп. Добавив их на вип-ку свою. И таким образом вы будете получать деньги не только за своего аккаунта, за своего питомца, а еще и за сколько-то? Четыре или больше аккаунтов. Таким образом я качаю питомцев в обновлении. И таким образом можно очень быстро качать неоновых пэтов или мега-неоновых. Вы просто раздаете всем своим аккаунтам, получается, питомцев. И вы всех их качаете. Если вы хотите еще больше денег, то можно еще с других аккаунтов стать ребенком. И их тоже качать. Вот. Но есть одна сложность в Adobe Mi с выходом нового обновления. То есть с выходом профессий. Кто там? О боже, крот. С выходом профессий. Во-первых, нам убрали зарплату. То есть 20 баксиков мы больше не получаем халявных. Просто так. А также вы можете максимум заработать с питомцев с прокачки. Всего лишь 150 баксов, а больше вам денег там не дадут. Получается, если вы достигаете этого, так сказать, предела, то вам напишется на экране то, что вот, максимум 150 баксов уже достигнуто. Поэтому все, денежек вы больше не получите. Если вы будете даже качать питомцев, они-то будут качаться, но вы просто с этого не будете получать. И также, если вы качаете одновременно четверых, например, да, то вы будете получать, скорее всего, по-моему, только с троих. Вот так. Ой, я чуть не записала, кто у меня тут выпадет. Это жук. Все. Прекрасно. Для первого способа очень удобно будет завести отдельный купить дом. Любой. У меня это домик на дереве. Он очень удобный, как комната. Но единственное неудобство это то, что там есть лестница, и когда у вас много колясок... Я сейчас вам покажу. Когда у вас много колясок, очень неудобно с огромной коляской подниматься по этой лестнице дурацкой. Вот. Давайте я вам продемонстрирую. Вот. Он, конечно, очень круто подходит, потому что там можно просто поставить стенку и все, но когда вы идете вот так вот, вы не всегда влезаете. Я не знаю, может, пофиксили уже. Или нет. Но с телефона это будет сложнее делать. Я обычно вот так вот спиной везде хожу. Вы будете застревать во всех дверях там в школе, в больнице. Поэтому надо очень аккуратно ходить. Либо с флайпой там каким-то. Вот. Либо другой лучший домик. Давайте даже посмотрим, какие домики лучше всего подойдут для формилки. Мне кажется, может... Самое дешевое, я думаю, берите. Оттуда можно сделать небольшую комнатку. За эти все баксики вы накупаете очень много ванн, очень много кроваток, кушать. Но, в принципе, кушать можно не так много, как у меня здесь, потому что мне, честно говоря, хватает только трех. Либо двух. Вот эти штучки обязательно тоже купить. Если вы хотите сэкономить, то можно купить. Получается вот эту... Я, честно, не знаю, как называется. Короче. Покупаете эту водичку, берете себе водичку и продаете ее снова за 300 баксов. Она стоит 300 баксов. И так каждую игру. Но мне просто неудобно каждую игру... Покупать эту штучку, поэтому она у меня просто здесь хранится. А также донатики наши любимые. Вот так вот. И желательно купить вот такие вот фортепианы. Если ваше яйцо хочет на детскую площадку, то вы его просто садите играть на пианино, и оно веселится. Вот так вот ему становится весело. Не знаю, почему так сделали. Если вы все-таки хотите больше денег, но вам лень качать питомцев, вам лень качать ваши вторые аккаунты, то тоже способ связан со вторыми аккаунтами. Так я тоже пользовалась этим способом. Вы просто заводите, опять же, себе много аккаунтов. Для этого не обязательно иметь несколько девайсов. Вы просто заходите каждый день с этих аккаунтов. Получается, если у вас 10 аккаунтов, и вы с них заходите каждый день, и, как вы знаете, за заходы каждый день нам дают баксы. То есть вот. Нам дают сначала 25, 50, 100, а потом 200 и подарочки. И вот так вот вы заходите, заходите каждый день. У вас на втором аккаунте просто копятся баксики, и вы их потом переводите себе на главный аккаунт, либо вы можете покупать яйца уже со своих вторых аккаунтов, чтобы было легче, например. Если вы хотите яйца покупать, чтобы было легче переводить, потому что с переводом денег это надо ждать. Очень много сидеть. Вот. Ой, у нас тут яйцо вылупляется. Опять? Да что ж такое? Давайте я вам расскажу о третьем способе. Он связан с новым обновлением. Ну, уже не совсем новым. Он связан с работой. Так, я пока хочу вылупить свое яйцо. Давай, давай, давай. Легу, 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 легу. Курица какая-то выпала. Что ж такое? Этот способ будет также эффективен, более даже эффективен, когда вы играете с нескольких аккаунтов сразу. У нас вышло новое обновление с работами, получается. И здесь можно работать и зарабатывать в день по 50-60 баксиков. В пиццерии, например, вы можете стать официантом и пойти с одного из своих аккаунтов, не советую стать поваром, официантом. И заходите потом вот сюда и получаете вот этого главного менеджера, так скажем. И можете выдать всем своим вторым аккаунтом, либо себе же со второго аккаунта вы можете выдать зарплату, увеличить на 10 баксов. И тогда вы будете просто стоять афк, ничего не делать, главное не забывайте шевелиться каждые 20 минут, а то вас выкинет. И вы можете просто тут стоять, но тогда у питомца не будет никаких заданий. Вот так вот, это надо помнить. Есть плюсы и минусы. Этот способ для прокачки не очень подходит. Вы просто, если хотите денег, вы просто сюда заходите, становитесь там официантом, можно работать также в парикмахерской. И собираете деньги, просто ничего не делая, в принципе, можно и так. Ну, если вам скучно, то можете там что-то пиццу побегать поделать. Но на данный момент у нас ночь, и пиццерия закрыта, поэтому ничего вот не работает, и денег я пока не получу. Четвертый способ, также очень распространенный, это стать ребенком и прокачивать своих пэтов и себя же. Если вы не сможете там создать вторые аккаунты, или заходить с разных девайсов, с разных гаджетов, то советую вам просто стать ребенком, опять мне выпала эта курица, и прокачивать себя и пэта. Тогда вы будете получать в два раза больше баксиков. Не только за себя, но еще за своего питомца. Так, сейчас будет пятый способ, и у меня пока я яйцо вылоплю. И кто там будет, пожалуйста, Лего? Что, ребята, Лего! Мне выпала Лего! Ааа! Я в шоке! У него выпал Баку! Смотрите! Мне он, кстати, по-моему, еще не выпадал. Мне его... То ли я его затрейдила, то ли что. Ну, короче... Вот. Мне выпал Баку, ребят. Спасибо большое за помощь. В общем, пятый способ заключается в том, что вам нужно затрейдить. Если у вас нет Робаксов, то вы можете затрейдить подобную стойку, либо такую, либо вот такую стойку с лимонадиком. Здесь можно, там, например, поставить цену. Мне кажется, что лучше, эффективнее затрейдить вот такую вот лимонадную стойку, то есть получить такую лимонадную стойку, потому что бесплатную еду игроки могут брать в школе, например, и в кемпинге, а вот водичку, водичку, она... Ее надо искать, где покупать, и так далее. Долго идти в магазин, вы просто ставите на центре вот такую вот лимонадную стойку, ставите, ну, желательно, наверное, на 5 баксов. Можно на 1 бакс, вот так вот. На 1 у вас 100 баксов будут покупать. В принципе, я думаю, что на 5 тоже. Да и бывает, что и на 10 покупают. Потому что, все-таки, когда нужно срочно попить, то... вашему питомцу, то, конечно же, можно будет купить быстренько, потратив всего лишь чуть-чуть баксов. Но за это вы, конечно, будете получать себе деньги. И это очень классно. Классно. Мы подходим к последнему способу. И это денежные деревья. Да, ребят, я не знаю, многие знают или нет, что если зайти в раздел стройки, можно написать здесь money, по-моему, да, деньги надо написать на английском. Да, и здесь появится вот такое вот дерево. Когда вы его хотите купить, вам пишут, что вы сможете получать 100 баксов в день, то есть в реальное количество времени со всех money trees? Серьезно? Офигеть, ребят, смотрите, здесь еще вышло обновление, и после нового обновления вы можете собрать только 100 баксов со всех деревьев. А раньше было так, то, что вы могли купить это дерево, вы могли просто весь сад наставить такой, и вы смогли бы просто забирать 100 баксов с одного дерева, и вам бы доходило там тысяча, 10 тысяч! О боже мой, вот были времена, да, ребят? А сейчас нам это все убрали, вот так вот, и теперь ему зарабатывать бакса стало еще сложнее, между прочим. Да, вы можете купить, конечно, но, как здесь написано, вы сможете получать с него только 100 баксиков, оно стоит как бы 1450, поэтому этим способом я никогда не пользовалась, честно скажу, и, ну, пользоваться или нет, это уже вам решать. Ну, на этом все, я надеюсь, что ролик вам понравился, что я вам помогла, по-моему, я рассказала о всех способах, которые я только смогла вспомнить, мы выпили сегодня вот такого замечательного баку, я просто не верю, мне выпала лего, ребят, правда, я не знаю, почему, но манекенеку и баку я уже не воспринимаю как хорошие леги, потому что у меня такое ощущение, что они вылупляются из креки тега какого-нибудь, вот так вот. В общем, всем огромное спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok